Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новость Анапа-Регион» в студии Ирина Меркурьева. Партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И смотрите сегодня выпуски. В Анапе будет новый детский сад. Если свет отключили, кто виноват? Выслушаем все заинтересованные лица. Приятная новость! Строительство еще одного детского сада со дня на день начнется в Анапе. Затратное, но жизненно необходимое городу дело взял на себя частный инвестор с дальнейшими планами – передать садик в муниципальную собственность. Сегодня глава курорта Сергей Сергеев побывал на месте будущей стройки. Вот такое красивое снаружи и очень удобное внутри. Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Алексеевском на улице Лазурной. Этот участок еще 10 лет назад определили для социальной стройки, но бывший собственник не спешил выполнять обязательства. Пришедший на смену застройщик не просто дает гарантию главе города Сергею Сергееву. Старт строительству дан. Это тот детский сад, который по суду прошел, да? Да, который прошел по суду, согласно инвестиционному договору 10-летней давности. Вот он, наконец, приобретает реальные очертания. Пройдет немного времени, и здесь появится жилой микрорайон. Детский сад тут просто необходим. Понимает это и частный бизнес. Тем более с появлением садика привлекательность жилья в этом районе только возрастет. Не знаю статистику, но я думаю, что, наверное, первый будет такой современный. Садик в плане комфорта, в плане применяемых технологий. Смотрите, спальня 50, спортивный зал, сток 80 квадратов, музыкальный зал, раздевалки по 20 квадратов, всевозможные кружки, площадь озеленения, стояночные, парковочные места. Это просто, я считаю, что город не пожалел место. Спасибо. Это вот как раз тем, кто говорит, это будет уже наш третий детский сад, новый, наш. Если бы мои предшественники строили, либо последователи, кто придет после нас, по одному детскому саду в год, а у нас так получается, то, наверное, у нас бы сегодня проблем с детскими садами не было. Уже построенный детский сад на безвозмездной основе застройщик готов передать в муниципальную собственность. И это далеко не первый пример государственно-частного партнерства. Подготовительные работы завершены. 17 июня получены разрешения на строительство и технические условия на объект. На подходе еще одно важное дело – строительство школы здесь же, в Алексеевке. Проект готов, осталось пройти госэкспертизу и приступить к реализации. Когда на термометре плюс 30, а вы живете в многоэтажном доме, отключение электроэнергии – катастрофа. Жильцы дома по объездной 10 оказываются в подобной ситуации не в первый раз. Мы выслушали всех, кто причастен к этому ЧП. Вот сейчас, пожалуйста, не погладить ребенку, не перенки. У меня маленький ребенок годик у дочки. Что делать? Приготовить невозможно. Газели зажигаем. Ничего, в холодильнике все пропало. Во дворе огромного дома много мам и бабушек с детьми. Утро они провели без завтрака. Молочка в холодильниках пропала. Причина отключения света всем известна. Управляющая компания говорит, что выключили из-за задолженности. У нас у каждого свой счетчик. Выключайте, кто не платит. Мы при чем? Мы не приготовить ничего не можем, не скупать нормально не можем, ничего не можем сделать. А дети страдают. А платим постоянно. У нас задолженность никогда не бывает. Постучавшись в первую же квартиру, в первом подъезде дома, мы встретили такую же аккуратную собственницу. Кипа квитанции и соответствие показаниям счетчика это подтверждает. Поэтому первый вопрос, когда нет света, не работает лифт, кондиционер и холодильник, к энергетикам. Мы звонили энергетикам. Они отвечают, звоните своей управляющей компании. Что говорит управляющая компания? Звонили управляющей компании. Они говорят, что вот мы проплатили, но немножечко задержались, но проплатили. Истинных долгов мы не знаем. Почему-то управляющая компания, введение которой 10 жилых домов, не дает списки неплательщиков за свет домовым комитетам, которые могли бы решить эту проблему давным-давно. К слову о долгах. 50 тысяч на конец месяца была задолженность управляющей компании перед крымским, вернее управляющей компанией перед ресурсниками. На сегодняшний день мы им должны 122 тысячи 860, это по объездной 10. У Аиды Гаврушины полный список тех, кто злостно не платит и накапливает огромные суммы неплатежей. И список добросовестных плательщиков имеется. Пачки досудебных требований, письма в прокуратуру и ответы от судебных приставов, не исполняющих, прямо скажем, свои обязанности, должным образом. Но руководитель крымского вала надеется решить проблему неплатежей с ресурсниками. Мы, в смысле управляющей компанией, не можем никак достучаться до ресурсников. Потому что ресурсники, они у нас являются монополистами. И они заключают с нами такие договоры, какие им удобно. Сам договор между поставщиками, между ресурсными организациями и управляющими компаниями, он по содержанию такой, что из него следует, если юрист его почитает, он поймет, что из него следует агентский договор. Из агентского договора следует, что если мы являемся управляющей компанией, заключили с РСО агентский договор, значит, мы несем на себе бремя ответственности только за ту сумму средств, которые мы получили от собственников наших домов. Все остальное ресурсники должны взыскивать с них сами, следует из агентского договора. И везде, мы вот недавно были на конференции в Москве, и везде в России уже такие договора с ресурсниками существуют. Мы отправились в НЭСК «Энергосбыт» к человеку, которого хотели бы увидеть жильцы дома на объездной, ведь это он дал команду выключить рубильник. Юрий Бородай показал предупреждение об отключении в результате накопленной задолженности, посланное за несколько дней управляющей компанией. И наряд на отключение пока... Почему АКРС оплачивает? Почему у них постоянные доверения? Так что же делать, чтобы не страдали люди? Чтобы такого не случалось, надо непосредственно заключить с каждым договор, и мы будем вести расчеты непосредственно с каждым из гражданином-потребителем. И если у кого-то есть задолженность, мы целенаправленно будем работать с задолжником по той квартире, которая есть. В данный момент управляющая компания должна в рамках своего управления применять санкции в отношении ограничивать потребление электроэнергии, взыскивать в судебном порядке. И вот мнение управляющей компании по заключению прямых договоров на оплату электроэнергии собственниками квартир. Это право жильцов, они сами могут решить, хотят они этого или нет. Но учитывая, что собрать кворум в доме и проголосовать практически невозможно, я вот в последний раз собирала собрание, и два человека сказали, да, мы хотим уйти на прямые договора, а все остальные возмутились, говорят, зачем нам это нужно. Мы платим отдельно за капремонт, мы платим отдельно за газ, мы будем приходить еще платить отдельно за свет и еще отдельно приходить в управляющую компанию. Это слишком для них обременительно. И в любом случае, сегодня в договорах, вот там, где мы провели уже собрание в домах, в договорах, вернее не в договорах, а в бюллетене, мы включили такую статью, как перейти на прямые договора с НЕСКО. Сегодня мы это голосуем. Если мы это проголосуем, я с большим удовольствием отдам вот это бремя НЕСКО, и пускай они с ними занимаются. Но люди не очень этого хотят. А вот Виктор Федорович Тихомиров, руководитель управляющей компании АКС, не сетует на жильцов, не имеет долгов перед ресурсниками вообще, и люди в его домах исправно платят за все. Как этого удалось добиться? У нас было, значит, задолженности больше 100 тысяч в некоторых квартирах. И когда домовой комитет начал работать по этому поводу, что вот сделали... В чем заключалась работа? В чем заключалась работа? В тем, что видна работа по благоустройству, по уборке. И потом, когда были неплательщики, мы вызывали на совет дома и разговаривали с ними. Очень вели диалог, никаких там угроз никаких. И, видя нашу работу домового комитета, они просто соглашались с нами. И даже когда они приходили долго к квитанции, они уже мне звонили или там старшему по подъезду. У нас очень большую работу старшая по подъезду. Они знают каждого жильца, и я знаю каждого жильца, кто. Даже квартиросъемщики аккуратно все платят. 144 квартиры, 176 у нас этих собственников. Вот, и мы знаем все домовой комитет, где кто живет. Если есть подобные примеры, и не где-то в России даже, а рядом с нами, может быть, на самом деле управляющей компанией нужно изменить подход к людям. Разговор об этом продолжился на совещании у заместителя главы города. В храме преподобного Серафима Саровского с утра многолюдно. В почитании святых Петра и Февронии стремление возвысить роль семьи в жизни общества. Мы пришли всей семьей, нас наглядили, поздравили. Редко очень собирается наша огромная семья куда-то вместе сходить. А сегодня прям все-все-все собрались и все пришли. Мы очень много веселимся, путешествуем, гуляем. Мы семья, а значит справимся с любой задачей. Так называлось сегодня мероприятие, отметившее семьи долгожителей, многодетные семьи и всех, кто пришел приобщиться к красоте, возрождаемому в России торжества. От всей души сердечно поздравляю всех с этим великим праздником. День семьи, любви и верности. Хочется сказать, что святые покровители России – это тоже семья. Россия – это тоже семья. И каждый из нас составляет эту семью. Каждая семья неповторима по-своему. И особенно приятно видеть семьи, одухотворенные общими интересами и целями. Мы очень рады, благодарны, что нас пригласили в такой замечательный праздник. На самом деле самая большая ценность для нас всех – это наша семья. У меня четверо детей, восемь внуков уже, все мои детки замужем, все меня порадовали. Дети гордятся, что они живут в большой семье. Если нет семьи, то человеку не заменят ни деньги, ни богатства. Все это вкупе вместе с любовью, с семьей, с детьми, с половинками – это самое большое счастье на Земле. Пыльца амброзии – сильнейший аллерген. Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Карантинному сорняку амброзии мы просто обязаны противопоставить наше активное противодействие. В Краснодарском крае, в том числе в Анапском районе, наложен карантин на площади 35 815 гектар по широко распространенному карантинному объекту, который называется амброзия полонолистная. Амброзия внесена в список карантинных растений, потому что подлежит обязательному уничтожению, прополке или скашиванию. По каждому хозяйству имеется план локализации и ликвидации карантинных объектов, в котором расписаны мероприятия по уничтожению данных объектов. То есть этот план включает в себя, помимо механических обработок почвы и механического уничтожения карантинного объекта, включает в себя еще и внесение гербицидов. Там, где это разрешено, списком разрешенных на территории Российской Федерации к применению пестицидов и агрохимикатов. Бороться с распространением карантинных растений должны владельцы земли, на которой они произрастают. В полях это арендаторы, в населенных пунктах местные власти. По становлению главы администрации создана межведомственная комиссия, которая уже практически с мая месяца ведет свою работу. То есть постоянно осуществляет выезды на территории муниципального образования города, курорта Анапа с целью обнаружения сорной растительности вообще в целом. И конкретно именно выявление карантинных сорняков – это амброзия полонолизная и повелики. Амброзию легко отличить от других растений, и все мы ее хорошо знаем. Просто отвернуться от этого сорняка и не принимать никаких действий – значит наплевательски отнестись к чьим-то жизням и здоровью. Завершили соревнования по футболу среди дворовых команд в поселке Виноградный. Еще недавно проводились предварительные соревнования на спортивных площадках, расположенных на придворовых территориях города и района. А сегодня команды, которые вышли в финал, собрались на стадионе поселка Виноградный. Здесь и прошло закрытие второго этапа всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. Активно провели время, показали свое умение играть в футбол, потому что футбол – это самый массовый вид спорта. И играя в него, вы отлично проводите время, оздоравливаетесь. Восемь команд соревновались за звание лучших футболистов города. На поле было жарко. В прямом и переносном смысле. Под палящим июльским солнцем кипели нешуточные страсти. Первое место заняли спортсмены из поселка Витязева. Второе – Гастагаевская команда. Третье место – у поселка Виноградный. По словам спортсменов, кубки, грамоты и призы – это лишь малая часть их общей радости. Главное, конечно же, опыт, который получили мальчишки, играя с другими командами. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В четверг, 9 июля, в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-35 градусов, ночью до 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Кавказа Кавказа